Здравствуйте! Меня зовут Игнатов Михаил Станиславович, я ведущий научный сотрудник кафедры экологии и географии растений биологического факультета Московского университета, еще заведую кирбарием в главном ботаническом саду Академии наук. И долгое время я занимаюсь мхами и сегодняшняя наша лекция как раз о них. Про них все знают, все сдавали жизненный цикл этих интересных, непохожих на другие растения растений, но в целом про мхи знают в общем-то гораздо меньше, чем они того заслуживают. И я постараюсь сегодня рассказать вам, что интересного в них есть и что нового открывается по мере их исследований в последние годы. Предыдущие занятия нашей кафедры касались лугов, лесов, отчасти болотных экосистем. Моя же лекция по экологии махообразных как бы уже по самому названию несколько выбивается, поскольку речь идет о систематической группе. Это как бы странно, но есть резон, почему именно о мхах мы рассказываем таким образом. Мхи растения в первую очередь гораздо более мелкие. Это растения, которые в среднем раз в 100 меньше, чем сосудистые растения. Большая часть видов имеет размеры от миллиметра до сантиметра. Наиболее крупный из прямостоячих ков достигает 75 сантиметров от давсония, близкая к нашему кукушкину льну. А мелкие фактически трудно оценить, потому что на протонеме сидит один лис, в пазухе которого находится антиридий или архегоний. Собственно, это меньше миллиметров все растения. Но очень много видов, действительно, между 5 миллиметрами и 1 миллиметром. Таких видов очень много, и они составляют значительную часть разнообразия. И, соответственно, казалось бы, мелкие размеры, в общем-то, очень ставят мхи в проигрышное положение. По сравнению с сосудистыми растениями, которые крупные и, конечно, не в пример, более конкурентоспособные. Но, с другой стороны, во все времена, о которых есть свидетельства из летописи палеонтологической, мы видим присутствие мхов в небольшом количестве. Но они всегда есть и, в общем, не сильно меняются. И они существуют ничем не хуже сосудистых растений. Мхи, конечно, проигрывают в конкурентоспособности сосудистым растениям, как растения мелкие. Но, в то же время, благодаря тому, что в природе всегда есть какие-то незанятые ниши, мхи способны поселяться в таких местах самых разных. Они поселяются на живых, присмыкающихся. Они поселяются на полосочке пыли, так сказать, между окнами трамвая. Могут поселяться где угодно, но устойчивые группировки они образуют, как правило, в таких типах мест обитания, как камни, образуются эпилитные сообщества, как стволы деревьев, эпифитные сообщества, как гнилая древесина, эпиксильные сообщества, и разные роды почвенные обнажения, где образуются наземные сообщества таких вот эродированных мест. В результате вот эти вот группировки мхов, которые называют еще синузиями, фактически являются такими же растительными сообществами, как лиса, луга, только они другого размерного класса. В перечисленных типах мест обитаний мхи образуют, ну, как бы, пионерные сообщества. Они здесь поселяются первыми, они часто здесь являются единственными представителями высших растений, и они существуют иногда долго, так же, как на устойчиво существующих поверхностях камней, пока, но все равно, даже несмотря на это, так сказать, это временное место обитания. Оно гораздо более постоянное, чем гнилая древесина, которая разлагается за 5-10 лет, или отдельные деревья, на которых мхи живут десятки лет, но все равно, так сказать, редко дольше. И это тип сообществ, в которых мхи живут как бы сами по себе и, соответственно, классифицируются в отдельные высшие синтаксономические единицы, по которым идет классификация растительности по видовому составу. В других условиях мхи могут встраиваться в состав цинозов, которые образованы сосудистыми растениями, скажем, ельники-зеленомошники. Он не может быть без ели, не может быть без зеленого мхаза, иначе он не будет ельником-зеленомошников. Это стабильные условия, где невысокое видовое разнообразие отобранных в ходе длительной эволюции устойчивых мхов, которые растут сплошным ковром, образуют в значительной степени, участвуют в создании среды, закисляя почву, которая, так сказать, препятствует поселению других сосудистых растений. Поэтому, в общем, ельники-зеленомошники – это бедные в видовом отношении сообщества. И, наконец, бывают сообщества, в которых мхи доминируют, определяют характер таких сообществ. Это болото сфагновое, в которых разнообразие сфагнов выше, чем разнообразие всех сосудистых растений вместе взятых, благодаря тому, что растения эти мощные, крупные, накапливают воду, образуют свою среду, сильно закисляют и фактически не дают расти никому другому. Мхи на каменистых субстратах – это целая большая тема, которую мы здесь сможем коснуться только вскользь, поскольку породы разные, и мхи на этих породах тоже разные. Некоторые виды способны расти на разных породах, но очень много высоко специализированных кальцифильных видов. Вот некоторые виды селигерии – мелкие. Мхи приурочены только к рыхлым известнякам, относительно рыхлым карбоном, который встречается в Московской области. Другие виды встречаются на тех, только на более плотных известняках, которые, например, встречаются в Калужской области. А на меловых, но тоже довольно плотных породах, которые характерны для Белгородской области, для Воронежской, встречается еще один вид этого же рода, и никто из них не путается в приуроченности к своему любимому субстрату. Есть виды, конечно, ацедофильные, причем тоже довольно разные. Здесь есть еще некоторая сложность в разделении ацедофильных и кальцифильных видов, связанная с тем, что большие камни, например, сланцев, которые характерны нам для Алтайской горной страны, сверху на них сидят виды, которые чаще всего мы относим к ацедофильным, а на нижней поверхности, которая постоянно более увлажнена, и куда подсачивается больше элементов из самой толщи этого камня. Там встречаются те виды, которые мы традиционно относим, и которые по экологическим шкалам значатся как кальцифильные. Есть также виды, которые растут на субстратах, богатых тяжелыми металлами, так называемые металлофиты. Их всего несколько видов, но их распространение по всему миру ограничено только районами с высоким содержанием вот этих пород, в первую очередь меди, цинка. Некоторые предпочитают цинк, но обычно, так сказать, это более широкий спектр тяжелых металлов. У нас вот на этой фотографии вы можете прекрасно посмотреть мельхоферию, которая встречается в Якутии во многих местах. Ну, так же, как и среди эпилитов, много разных видов приуроченных к субстратам, которые отличаются по кислотности, по своим механическим особенностям, так же и среди мхов, которые растут на почве. В первую очередь важно, конечно, время существования почвенного обнажения. Некоторые мхи поселяются на тех субстратах, которые существуют долгое время, как, скажем, фисиденс. Вот мы здесь можем посмотреть такой прекрасный мох, который растет на сильно затененных склонах оврагов, и поэтому в тех местах, где эти виды находили еще в середине 19 века, они до сих пор прекрасно существуют. Судя по всему, именно те же самые популяции, ничего с ними не сделалось. Другие виды появляются на кострищах, как, например, вот эта фунария. Через год на кострище она может вырасти, быстро развить коробочки, которые дают многочисленные споры, которые рассеиваются с помощью совершенно замечательного перистома. Вот здесь на картинке вы можете посмотреть, как он премудро устроен. Зубцы закручены спирально, вверху немножко скреплены такой маленькой пластиночкой, а поперечные их перегородки, остатки клеток, дают возможность рассеивать споры. Причем, вы видите, для того, чтобы споры рассеивались наиболее аккуратно, на конце каждой перегородки, такая интересная кисточка существует, которая регулирует рассеивание и оптимизирует его. Споры попадают куда угодно. Их можно найти в трещинах асфальта, их можно найти в трещинах на стенах зданий, на глинистых почвах, на песчаных почвах, на почвах богатых карбонатами, на почвах бедными. Будут разные виды, и будут образовываться разные группировки. Таких группировок, во всяком случае, порядка десятка можно насчитать, поэтому каждый из них фактически является своим своеобразным сообществом, которое имеет свой постоянный относительно набор видов. Но некоторые виды встречаются очень широко. На почвенных обнажениях в Москве можно найти циратиден, вот, кстати сказать, здесь он встречается, который растет по всему миру буквально, потому что его можно найти и на земле Франца и Иосифа, 80-й градус широты, и в континентальной Антарктиде, и в горах, в тропических регионах. И еще один вид такой, увиквист, бриум аргентум, который также один из немногих видов, который встречается в континентальной Антарктиде, причем в большом количестве. Также он встречается на улицах Адис-Абеба в Эфиопии, также и на улицах Москвы. Его тоже вполне можно найти. И этот мох один раз я нашел даже вообще в неожиданном месте, между окон троллейбуса, которые зимой замерзают эти окна, образуются узоры на них, которые в час пик при большом течении народа начинают таять. И вот этой воды, и вот этого небольшого количества субстрата хватает для того, чтобы этот бриум аргентум мог расти в таких условиях. Почвенные обнажения отличаются между собой. Есть особенно на... Есть такие участки, особенно на бедных почвах, где мхи уживаются между собой особо легко. Они мелкие, и на квадратном дециметре можно найти более 15 видов. Падает дерево, и субстрат обнажается, и начинается его зарастание. На таких местах, на таких местообитаниях, как нетрудно догадаться, встречаются виды, в основном однолетние, недолго живущие. Многие из них однодомные или двудомные такие виды, которые выглядят как однодомные и часто образуют коробочки, потому что они развиваются из единой протонемы, и отдельные побеги могут нести гометанги мужские, другие несут гометанги женские. Данный выворот очень интересен тем, что на нем встречается один из очень интересных мхов с хистостегоперистая. Единственный мох, про который сочинена опера в Японии, поскольку он растет в пещерах, и задние стенки пещер светятся благодаря отторженному свету. Выглядит это очень загадочно. По поводу этого мха в Европе сочинялись легенды про золото эльфов, которые люди видели, собирали, а когда выносили на поверхность, оказывалось, что это не золото, а земля. Священие происходит благодаря протонеме, которая образована крупными клетками формы, немножко напоминающей глаз. Вот тут на картинке вы можете это хорошо видеть. Которая собирает лучи света и отражает их в едином направлении. И это получается вот такая вот картина. протонема образует такие как бы абажурчики. Вот здесь тоже можно посмотреть, как она развивается сначала, позже, так сказать, как деление клеток происходит. Эти абажурчики на самом деле не абажурчики, это та же самая разветвленная протонема, просто клетки смыкаются и своими липкими боками формируют такие пластинообразные структуры, которые, собственно, так сказать, и дают свечение, которые мы здесь вполне можем посмотреть. Но это не единственная интересная особенность хистостеги. Хистостега оказывается с не летающими спорами, а со спорами, которые переносятся кем-то. Несколько работ самостоятельных студентов было проведено по поиску переносчика и одного переносчика так и не удалось назвать. Судя по всему, бывают разные случаи переносистые мышевидные грузуны. Возможно, поскольку это место, которое они посещают и к шерсти спора прилипают довольно неплохо. Их, в общем, феном не всегда удается сдуть полностью. Иногда гнется крапивника, которые часто тоже располагаются на подобных выводах, оказываются окруженные этой схистостыгой. Но иногда, видимо, и беспозвоночные принимают участие. Выяснилось, что споры эти переносят клещи панцирные арибатиды, которые перемазываются в этих спорах, ползают по ним, питаются ими. Было вскрытие желудка, которое показало, как эти споры проходят и, в общем, большей частью, видимо, перевариваются все-таки этими клещами. Но вряд ли, конечно, клещи будут переносить на большие расстояния. Хотя, с другой стороны, если их кто-то будет есть, то вполне возможно, что они могут тоже быть таким фактором переноса. Но что интересно, что мы нашли ее на биостанции в конце 90-х годов. До этого на биостанции производились обследования махообразных. Ее не было. Ее не было не только на биостанции, ее не было в Московской области практически. Была одна находка 50-х годов. И, в общем, как бы, так сказать, не было, что поделаешь. А почему ее вдруг стало много? Вопрос, основная версия связана с тем, что не было такого количества валежника в лесах. Лес под Москвой был совершенно другой в разные времена. В 19-м веке ее не было. Ее не было и в соседних областях. Нигде, хотя, так сказать, эта территория изучалась хорошо, нормальный хозяин не допускал, чтобы его лесу падали деревья. Так же, как что за хозяин, у которого полегла пшеница. если дерево было спелое, так сказать, древостое, приспевающее, так сказать, его рубили. Немножко мы уже сказали о разнообразии мхов в наших иловых лесах. Под стилку лесной образуют немногие крупные виды, о которых можно сказать еще кое-что в отношении жизненных стратегий. Это растения, существующие долго в одном и том же месте, редко дающие коробочки, редко размножающиеся спорами, и поэтому немногочисленные с активным вегетативным размножением. И это как бы одна из жизненных стратегий мхов. По сравнению с сосудистыми растениями про жизненные формы и жизненные стратегии у мхов говорят немножко в другом плане. И помимо их характеристик, таких как какие-то морфологические особенности, в характеристики жизненных стратегий включается еще также способность размножаться спорами. У сосудистых растений, вы знаете, бывают виды двудомные, такие как тополя. У мхов с половыми типами ситуация кардинально отличается. Большинство мхов двудомные. 60% причем это очень интересная закономерность видов двудомных в разных флорах примерно одно и то же. Мы делали подсчеты по разным районам территории России, подобные подсчеты делались по отдельным графствам Великобритании. Везде какая-то заколдованная цифра около 60 плюс-минус 2%. То же самое в Никарагуа, то же самое в Новой Зеландии. Но особенность этих половых типов еще и в том, что виды, которые двудомные, некоторые из них около половины довольно часто дают коробочки и размножаются соответственно спорами, а другие очень редко размножаются спорами. И соответственно вот эти виды, которые образуют ковры пышные, которые существуют в относительно стабильных условиях, они большей частью представлены видами двудомными, так же как наши основные доминанты растительного покрова в хвойных лесах плеврозиум шребера и гелокомиум сплентенс. Понятно, что в наших хвойных лесах встречаются и другие биотопы, один из которых вот здесь сейчас представлен нашему взору, это валежник. Валежина отличается от лесной подстилки тем, что существует очень непродолжительное время, 5, 10, 20 лет, но пока идет разложение, это опять-таки оказывается как бы пионерным местообитанием, в которое внедряются очень разные виды, которые способны существовать непродолжительное время и переселяться на другие субстраты. Большая часть из них, как нетрудно догадаться, это виды, которые активно способны размножаться спорами. Вот, виды однодомные. и если посмотреть на небольшой кусок этой валежины, видно, что здесь разнообразие больше, чем на 10 квадратных метрах обычной лесной подстилки. Более того, переходя к рассказу о валежнике, мы наконец-то должны вспомнить о том, что помимо мхов в узком смысле в отдел или сейчас как надо отдел махообразных включаются также печеночники антоциротовые. Про печеночники не хотелось мне говорить раньше, потому что показать собственно нечего. Это растение, которое встречается в наших лесах гораздо реже, чем мхи. Найти их довольно трудно. Они встречаются только в тех местах, где влажность постоянно высок. На валежнике для них рай и высокое разнообразие, особенно на тех валежинах, которые находятся в глубоких оврагах, на тех валежинах, которые находятся под пологом елового леса, на краях болот и тому подобное. А печеночники можно показать на данном бревне. Они сидят, как правило, с нижней стороны, и вот в этих влажных условиях у них начинают развиваться спарафиты. Спарафиты легко заметны по ярко блестящей гиалиновой ножке, на конце которой развивается коробочка. Причем эта гиалиновая ножка вырастает исключительно быстро, и если случится подсыхание, то эта ножка не спадает, и спарафит гибнет. еще одна группа мхов пионерных мест обитания это эпифиты, которые растут на стволах деревьев. Наиболее известна роль эпифитов в тропических дождевых лесах. Там они образуют огромные шубы, которые покрывают деревья, и фактически даже в самые неудачные периоды засухи эти шубы пересыхают на 70%, на 30% влажность в них остается, и они поддерживают эту среду. Фактически это такой же буфер для поддержания постоянной влажности, как сфагновое болото. Не мудрено, что и на сфагновых болотах, и на этих шубах повышенное разнообразие архидных. Фактически это болото оказывается поставленное на пас фагновое болото в тропическом регионе. Надо отметить, что среди видов, которых образует больше печеночек, чем мухов. В умеренных широтах меньше эпифитов, больше их в приоке неческих районах. У нас в климате, морозно и особенно есть весенний засух, в мае, в конце апреля падает влажность сильно, и немногие виды переносят это иссушение, кроме как в особых участках старовозных лесов, по берегам рек, в оврагах, где на стволах можно найти такие замечательные растения, которые характерны для более южных и более западных районов, такие как Аномоден, Леукоден, Некера, в некотором смысле это реликты прежних времен, когда старовозные леса были распространены шире, и в XIX веке, когда началось изучение махообразных Московской области, эти виды собирали более часто, а потом в XX веке они довольно сильно сократили свое обилие, некоторые из них остались на известняках, здесь есть некоторая взаимозаменяемость субстрата, виды, которые растут на стволах широколистных деревьев, кора которых имеет повышенный PH, такие как клены, вязы, они имеют возможность также поселяться и на субстратах каменистых, это известно по всему миру, причем в северных районах часто эпифиты остаются только на камнях. Но вот эти эпифиты сократили свое обилие сильно и попали в красные книги. Сейчас некоторое количество новых находок говорит о том, что постепенно ситуация меняется и они возвращаются на свои прежние места. с другой стороны про эпифиты можно отметить еще и скорость их расселения, которое можно продюсировать на одном примере. Артутрихум, вид, который сейчас можно встретить на большинстве деревьев в Москве, когда началось еще один цикл изучения махообразных в Московской области в 70-е годы 20-го века. Этот вид был крайне редок. На территории ботанического сада было всего две находки. Сейчас трудно найти хотя бы один куст, на котором этот артутрихум не встречается. Посмотрев на эти данные, можно было бы заподозрить исследователей, которые проводили исследования в 80-х годах в абсолютной профнепригодности. Но я помню, что проводил ты их сам, и как я радовал с этим находком, сколько времени ушло на то, чтобы найти вторую, и что происходит. 30 лет с небольшим, и ситуация изменилась кардинальным образом. Но надо сообразить, что за это время около градуса Цельсия увеличилась температура среднегодовая, и таким образом Москва сейчас находится в таких же условиях, как 30 лет назад находилась территория между Орлом и Курском, где вообще ортодрихума более обычная. Некоторые виды ортодрихумов, которые были только в южных районах, сейчас находятся в гораздо более северных. Это вообще говоря, чуткий индикатор происходящих явлений. На сосудистых растениях, которые растут долго и распространяются опять же таки не так быстро, такого заметить сложно, а мхи в этом отношении очень хорошо это показывают. Эта история подчеркивает также еще один важный момент, о котором я говорил в начале, что при проведении исследований желательно и даже может быть обязательно как можно более полно представлять флористический состав исследованной территории. Поскольку исчерпывающие исследования они показывают не только те виды, которые в данном районе встречаются, но и те, которые не встречаются. Или крайне редки, так что их не удалось найти. Благодаря такого рода данным, которые были собраны в 20 веке, мы сейчас способны сделать многие заключения, которые без этого были бы невозможны. К сожалению, флористические исследования сейчас часто почитаются за нечто такое допотопное, 19 век или 20, но уже не 21. В результате подробных исследований такого рода проводится мало, и это сильно осложняет выводы, возможность сделать выводы для разработки рациональных природоохранных мер, потому что мы очень мало стали знать в 21 веке о том, как распространены мхи. Деревья существуют не бесконечно, поэтому виды, которые встречаются на деревьях чаще всего имеют однодомные растения, которые развиваются и антиридиархегонии, которые соответственно позволяют им обладотвориться. Бывают случаи, когда виды эпифиты двудомные, и здесь опять-таки остается только удивляться изобретательность имхов, как они выходят из положения в таких случаях. Есть целая группа макрометриумов, которые двудомные, это тоже представители семейства артотриховых, но с таким стелящимся стеблем. Среди них много видов двудомных, и некоторые из них растут только на тонких ветках, и каким же образом они могут продолжать род свой, а очень интересное явление у них есть анизоспория. При миозе получается две споры с женским набором хромосом крупные, а две мелкие. Это хорошо видно под микроскопом, и видно также, если провести исследование, что мужские разлетаются гораздо шире. по географии можно на модельных стволах усмотреть то, что мужские оказываются на верхних этажах кроны, а женские внизу, таким образом, так сказать, вот можно найти решение в такой непростой жизненной ситуации. Наиболее известными из мхов, по-видимому, являются сфагновые, которые всем хорошо известны, кто ходит на болото собирать клюкву, кто вообще каким-то образом на болотах бывает, и они сильно отличаются от всех других мхов. Они выглядят совершенно по-другому. У них веточки расположены мутовчато, есть головка, и совсем они не похожи на все остальные мхи, что неудивительно. В эволюционном отношении они являются первой ветвью, которая отошла от ствола, который привел к современному разнообразию мхов, и у них особое строение, которое тоже наверное большинству из вас хорошо известно. Хлорофилоносные клетки, которые собственно создают тело сфагмума, они очень узкие, и в них идет фотосинтез, который приводит к тому, что формируются дополнительные еще клетки, сначала они тоже с хлорофилом, но потом он утрачивается, и клетки эти сильно разрастаются, становятся сильно пористыми. Благодаря этим гиалиновым клеткам, неживым, сфагмум способен накапливать влагу в десятки раз превышающие биомассу сухого растения, и соответственно является совершенно фантастическим водонакапливающим и водоудерживающим материалом. Сфагновые мхи кажутся одинаковыми, если не посмотреть на них пристально и сблизи, и это первое, что бросается в глаза различие в цвете. Видите, некоторые из них ярко красноокрашенные это сфагнум магелланикум, сфагнум магелланов, описанный из Южной Америки, который распространен тем не менее широко во всем мире, как считалось раньше, сейчас молекулярные данные немножко показывают, что этот вид представляет на самом деле собой комплекс видов, вот, и у нас настоящий магелланикум теперь уже хоть как не встречается, от него резко отличаются виды желтоватой окраски с несколько такими буроватыми верхушками, это представители секции куспидата, которые доминируют на наших небольших болотцах в Московской области, которые часто растут в как в очень бедных условиях, так и в условиях с несколько более богатой богатым минеральным питанием, вот, а также здесь, если посмотреть внимательно, можно видеть еще, ну вот они немножко здесь подаль, представители того же рода сфагнум, которые можно предварительно назвать как сфагнум ангустифолиум, но с другой стороны так сказать, давать какие-то названия в поле для сфагнумов довольно трудно, потому что они определяются сложно, на данном участке у нас встречается семь видов, вот, которые внешне различаются крайне слабо, еще один участок сфагнумов болот, на котором прекрасно видно, что на небольшом совсем пятачке уживаются между собой сразу несколько видов, у них очень своеобразное конкурентное отношение видов между собой, они способны уживаться и несмотря вроде бы то, что сфагнум является таким сильным конкурентом, он выживает с болота практически все сосудистые растения, отдельные виды сфагнов между собой прекрасно уживаются и сосуществуют в таком соотношении очень долго, на этом болоте встречается несколько очень редких видов, и за ними в течение уже 30 лет ведутся наблюдения, и эти редкие виды как имели небольшую популяцию полутора метров в диаметре 30 лет назад, такими же и остаются до сих пор сфагнум фускум и сфагнум папиллезом, это редкие виды в Московской области, по крайней мере в южной части, и здесь они существуют, и это позволяет им существовать неопределенно долго, не меняя свое обилие. Сфагнуи мхи, как я уже сказал, наиболее древняя группа, и многие признаки, которые характеризуют их строение, уникальны. В частности, уникальное строение имеет их коробочка, которая, в отличие от большинства более развитых мхов, округлая и не имеет перистома. Однако, она имеет поперечную щель, которая вскрывается, вскрывается очень оригинально. Вот, в жаркие дни, идя по сфагнуму болоту, можно услышать пых-пых-пых от хлопков, которые происходят из-за того, что крышечка с силой отбрасывается от урночки, и споры вылетают, причем специальные исследования, проведенные с очень ускоренной съемкой, ну, как снимают прыгунов в высоту, примерно, показали, что облако спор, которое вылетает из коробочки сфагнумха, имеет форму облака, которое образуется при ядерном взрыве, такую грибовидную, и сила невероятная, с которой эти споры поднимаются вверх, и рассеиваются на значительное расстояние, причем очень интересно и строение самой урночки сфагнумхов, на которой имеются многочисленные устица, в то же время с этими устицами некоторая проблема, мы знаем, что у сосудистых растений есть устицы, и устицы мхов долгое время преподносили в лекциях как некоторую общность строения, соответственно, так сказать, и общность происхождения махообразных и сосудистых растений, но в то же время устица сфагнум отличаются разительно, они не ведут воздушную полость, они ведут в полость, которая заполнена слизью, более того, так сказать, они не регулируются калиевым насосом, которым обычно регулируются замыкающие клетки, устица из-за турганного давления устица расширается, так этот механизм отсутствует у сфагнумов, отсутствует и регуляция с помощью одного из фитогормонов абцизовая кислота, которая тоже требуется для открытия устиц. Соответственно, для чего же эти устицы? Они сушат. Их функция совершенно другая, несмотря на то, что строение в целом очень похоже. Ну, по поводу строения сфагнумов более-менее все понятно, они имеют очень своеобразный вид, и, соответственно, можно было бы ожидать, что они в ископаемом состоянии тоже должны хорошо сохраняться, но, тем не менее, несмотря на то, что торфа кайнозоя включают сфагнумы, сфагнумы попадаются также целиком в янтарях, вот, но в то же время в мезозое со сфагнумами оказывается уже гораздо более сложная ситуация. Хорошие болота с богатым набором сфагновых ухов были описаны с середины мелового периода, порядка 100 миллионов лет назад, и есть очень жалкие остатки из юрского времени. До этого сфагнов не было в ископаемом состоянии. Почему? это большая загадка. По всем калибровкам, которые позволяют молекулярные данные, сфагновая ветвь отделилась от общего эволюционного ствола мхов не позже, чем 450 миллионов лет назад, то есть еще в Дивоне. в Дивоне но весь палеозой и первую половину мезозоя их не было. В то же время, в это, в Пермском периоде, который похож немножко на наше время, благодаря тому, что это тоже был такой период похолодания на Земле, и это хорошо показано, во многих частях территории, которые на нашей территории сейчас находятся, раньше она относилась к континенту Ангарида, встречались протосфагновые мхи, которые совершенно не похожи на сфагновые мхи, внешне они похожи на мниевые мхи, вот вы видите, сейчас я вам показываю, мниевые мхи, это довольно распространенные растения по всему миру, они больше похожи на то, что мы называем обычным мхом, но у них был клеточный деморфизм сходный со сфагновыми. В большом количестве и в Печорском бассейне, и в Кузнецком бассейне доходили до территории, которая уже, так сказать, была фактически не Ангариды, а Субангариды, на территории современного Китая, вот, группа, которая слагала большие пласты, причем интересно, что так же, как и сфагновые мхи, протосфагновые встречались, как правило, отдельно. Среди сфагновых болот мы редко находим какие-либо другие мхи, когда торф отлагается, так сказать, в таком стационарном режиме, вот, а среди протосфагновых также фактически нет никаких других примесей. Основными экологическими факторами, как мы знаем из общего курса экологии, является свет, обеспеченность теплом, обеспеченность влагой. Что можно сказать о мхах в сравнительном плане с сосудистыми растениями? Ну, свет, в общем, нужен всем, как понятно, но мхи в этом отношении более толерантны и низкие слабые освещения для них не пагубны, так же, как для сосудистых растений, а они способны выживать в пещерах при менее чем одной тысячной дневного освещения. Некоторые оборудованные пещеры, в которых время от времени галит, лампочка оказывается доступна для мхов и они вырастают в тех местах, где свет время от времени только загорается. И самое удивительное, что они довольствуются слабым освещением на днищах водоемов, таких как озера, особенно такие озера, которые образовались в кратерах вулканов. 30-60 метров для них не предел, и в озере Таха, которое находится на границе Невады и Калифорнии, глубина которого 525 метров, мхи растут до глубины 125 метров, что было подтверждено водолазами, и 160 метров по результатам исследований с помощью драги. Самое интересное, что при этом они не растут в верхних слоях, они начинаются с 30 метров и вот на такой большой глубине совершенно замечательно выживают. Очень распространенные придонные мхи в озерах Антарктиды, которые оттаивают совсем на короткое время, но тем не менее этого достаточно для того, чтобы споры туда попадали, мхи разрастались на дне, которые зачастую оказываются более теплым по сравнению с тем, что на поверхности. Просто концентрация хлорофила в их тканях такая низкая, что вот этого вполне достаточно для их существования. Если для сосудистых растений в целом главным экологическим фактором является обеспеченность теплом, что можно видеть хотя бы по общей карте богатства флор на территории России. В более южных районах гораздо выше флористическое разнообразие. Для мхов картина прямо противоположна. Нет того богатства, которое обычно привыкли связывать с тропиками и с более южными районами. На океанических окраинах таких как особенно там, где есть горы, как в Норвегии, Тихоокеанском побережье, Азии, богатство флора оказывается зачастую выше, чем в тропических регионах, даже в тех местах, где хорошо представлены горы, такие как Центральная Америка или Новая Гвинея, флоры фактически сравнимы. А вот по богатству флор на градиенте от океанического климата к континентальному картину можно проиллюстрировать ну, может быть, вот хотя бы таким образом на мхах взять Центральную Европу Северный склон Альп 900 видов в Финляндии под 700 в Швеции и Норвегии тоже 800 900 в Ленинградской области порядка 400 в Московской 300 в Волгоградской немногим более 100 причем та часть Волгоградской которая непосредственно привлекает к Волгограду это довольно большой регион там 35 видов всего во флоре вот и это конечно сказывается на общей картине их разнообразия и соответственно так сказать определяет в какой-то степени и локальные богатства скажем на территории той же самой Московской области где будет более богата более богатая флора где она будет более интересная там где локальные условия больше похожи на океанические где больше более постоянно поддерживается высокая влажность это овраги это берега рек с крутыми склонами здесь можно найти такие виды которые в других районах области в такой зональной растительности как например здесь представлено отсутствуют и встречаются только в немногих точках которые соответственно так сказать в последнее время являются предметом пристальной охраны поскольку это интересно это показывает уникальные природные объекты в которых сохранилась та природа которая здесь существовала в прошлые века мы уже рассказали о более важной роли влаги обеспеченности влагой в жизни мхов когда говорили о биогеографии рассмотрим этот вопрос все-таки поподробнее у сосудистых вы знаете есть устица есть корневая система которая позволяет есть возможность запасать в сканях как у кактусов влагу если есть опасность того что она иссякнет мхов нету фактически кутикулы нету корней они растут в одну сторону в отличие от сосудистых растений и соответственно с этим проблемой надо как-то разбираться ну самый простой конечно селиться в тех местах которые хорошо обеспечены влагой которые тенистые но здесь в общем-то вот это сочетание глубокой тени и относительно такое понижение рельефа позволяет существовать мхам но даже здесь время от времени наступает засуха и они пересыхают и могут существовать в таком виде довольно долго так вот основное ноу-хау мхов как справиться с этой проблемой заключается в том что для них не проблема пересохнуть и оставаться в таком положении неопределенно долгое время пересыхают они постепенно вода которая скапливается в дерновинках мхов способствует этому процессу а при намокании это более сложная тема гидротируется тканью неравномерно происходит разрыв мембран ноу-хау есть специализированная система белковой такой репарации с помощью гидринов которые позволяют им выживать в таких условиях более того были проведены исследования как у них вот эта жизнедеятельность восстанавливается мы можем посмотреть это на примере синтрихии одного из модельных мхов у которых изучались эти процессы в сухом состоянии этот вид выглядит совершенно непрезентабельно вот так вот как-то серая непонятная жеваная такая масса вот но стоит намочить ее водой как через несколько секунд вы видите уже здесь вполне жизнеспособное растение ну еще один важный момент который позволяет мхам существовать в таких условиях это то что они конечно никогда не растут отдельными побегами в большинстве случаев есть конечно отдельные виды которые могут расти единично но в целом это растение которое образует дерновинки подушечки и соответственно так сказать подвигают они друг к другу настолько плотно что вся эта конструкция работает в качестве фитиля проводит воду но не внутри тела а снаружи как бы являясь наружной проводящей системой и система эта действует очень эффективно в некоторых местах где растения более крупные растут более редко эта конструкция добавляется еще резоидный войлок который окутывает стебель и тоже фактически такую проводящую систему им обеспечивает вот и еще один важный момент который не надо забывать в рассмотрении возможностей быть обеспеченным водой это возможность поглощать влагу из воздуха вечернего когда повышается относительная влажность благодаря чему это происходит благодаря тому что клетки синтрихи и многих других мхов ксерофитов которые растут в таких условиях покрыты выростами клеточной стенки называемой попилами вот такие коралловидные мы здесь можем посмотреть на фотографиях под сканирующим электронным микроскопом вот они характерны для очень многих видов и для эпифитов и для эпилитов и для напочвенных видов которые растут в пустыне они позволяют схватывать влагу и таким образом даже там где никогда не бывает практически дождей мхи могут существовать вот на этой фотографии снимок был сделан в центре пустыни Гоби тут 25 миллиметров осадков то есть не каждый год какая-то порожь здесь выпадает в зимнее время но тем не менее под этим камнем мы собрали два мха которые за счет резкого снижения температуры не чистое в пустыне температура опускается появляется роса или просто высокая влажность и этого достаточно для того чтобы тот же самый прием аргентум один из двух видов который был здесь найден поддерживал свое существование кроме того вот эта папиллезная поверхность которая покрывает листья мхов позволяет им быть обеспечен влагой это далеко не все интересное что связано с папиллезными поверхностями которые ухватывают влагу из воздуха мхов такая же поверхность имеется и у зубцов перистома большинство мхов развивает коробочки в которых созревают споры с которые открываются крышечкой и по границе устья то есть место откуда где сбрасывается крышечка находятся зубцы перистома которые покрыты папиллами или другими похожими структурами но с разных сторон разными надо сказать что перистома это крайне разнообразная устроенная структура мхов которую в некотором смысле можно уподобить цветкам покрытосеменных поскольку их структура очень консервативна очень точно воспроизводится и служит основой для их классификации практически по строению перистомов существовали с начала 19 века системы которые раскладывали разные группы мхов по классам по порядкам вот сейчас многие из них уже безнадежно устарели но тем не менее те которые появились на их им на замену они все равно перистомы эти используют в качестве одного из существенных признаков они не только очень красивые разнообразные они еще очень функционально ориентированные на распространение спор не как попало а в строго определенное время когда перистом открыт споры не особенно активно рассеиваются из коробочки хотя и могут когда перистом закрыт нет им нет дороги а когда перистом подсыхает вот вы видите что происходит открываются открываются зубцы наружного перистом отклоняются они гигроскопичные и если имеется внутренний перистом лендостом он также регулирует рассеяние чтобы оно шло постепенно чтобы оно шло в тот момент когда после дождя например почвы влажные спор есть куда упасть и где начать прорастать так как я сейчас сказал происходит у большинства мхов которые растут на земле а вот у пифитов бывает по другому в отличие от наземных мхов перистом у них открывается наоборот когда идет дождь для того как можно предположить чтобы споры а споры у них гораздо более крупные стекали по стволу и оставались на этом стволе давая возможность закрепиться на нем для мхов важнее даже не столько куда попасть вот сколько когда попасть вот и мхи юстируют движение перистомов на те временные участки после повышения влажности чтобы соответственно более эффективно распределять споры есть некоторые виды которые еще более премудро распространяют споры про них во многих популярных книжках даже написано это сплахновые мхи у них споры не летают споры мелкие клейкие и соответственно непонятно каким образом можно было бы их распространить если бы не было бы специфического вектора этот вектор существует это двукрылые насекомые которые посещают коробочки сплахновых мхов в которых очень интересным образом споры постепенно выдавливаются и предстают таким ярко-зеленым точкой среди темно-окрашенной коробочки легко заметны насекомые которые посещают эти коробочки споры приклеиваются к им к их телу и потом они летят дальше туда куда обычно летают мухи на субстраты богатые азотом помет погатки свежие трупики ленингов в тундрах сплахновые распространены большей частью в холодных регионах и там доставка спор с растения на вот этот субстрат на котором они только растут работает изумительно эффективно хотя виды сейчас эти оказываются также под прессом антропогенного воздействия весьма сильно потому что раньше они были распространены гораздо шире в московской области встречались сплахновые мхи когда пасли в лесу 19 век это лес считался отчасти пасбищным угодием и здесь встречались сплахновые мхи которые при сокращении этого вида использования леса очень быстро исчезли привлекают сплахновые мхи бриологов своим видом вот и соответственно кажется что и насекомые также к глядя на яркие абажурчики гипофиза коробочек сплахновых мхов привлекаются ими но это не совсем так у мхов сплахновых есть еще многочисленные ароматические соединения которые вырабатываются в той же самой гипофизе которые привлекают разных насекомых и были проведены эксперименты были сделаны муляжи полностью идентичные из пластика коробочкам сплахновых мхов очень искусно сделаны вот и их предъявляли двукрылым как сами по себе так и намазанные зеленым сыром вот которые имеют такие сходные запахи которые не всем людям приятны но некоторые наоборот их очень любят вот но по некоторым особенностям химического строения они действительно похожи на те соединения которые вырабатываются гипофизами сплахновых и надо сказать что химический сигнал оказался гораздо более сильным вот еще один интересный аспект жизни мхов связан с их толерантностью к низким температурам более того они способны переносить замерзание замораживание и на очень длительное время даже у нас в горах довольно часто видно что в августе тает ледник тает редко ставимый снежник и по его окраине появляются мхи которые продолжают существование некоторых даже коробочки на средней стадии зрелости оказываются в таком положении они оттаивают и продолжают созревать но возможно не в этом году им суждено это будет сделать но тем не менее для них вот такая уверенность в завтрашнем не существует они к этому относятся совершенно спокойно и могут переносить такие условия легко интереснейшие случаи выясняются были выяснены недавно при отступлении одного из крупных глейшеров в провинции Альберт в Канаде где мхи появились на испад снежника из края ледника и в нормальном состоянии и был определен их возраст их возраст был 7 тысяч лет наши мхи иногда выносят также и сушение и сниженной температуры особенно удивительными оказываются примеры с эпифитами на Дальнем Востоке у нас бриофлора очень богатая за счет за счет многочисленных видов в основном тропического и субтропического распространения поскольку в данном регионе не было ледника ледник многое уничтожил в Европе а в Юго-Восточной Азии биотос сохранилось некоторые из видов такого южного комплекса в Преамурье заходят по долинам рек в условии где зимой может температура падать до минус 55 градусов при этом все это на ветвях тонких пихт и елей совершенно не прикрыто снегом и тем не менее эти виды в таком в таких условиях прекрасно существуют несмотря на то что в целом эти виды связаны с районами гораздо более теплыми и для них это не оказывается критичным в последнее время новые возможности представляемые ботаникам такими методами как молекулярная генетика или изотопные исследования дает много новых интересных данных которые некоторые из которых я сейчас расскажу и они проясняют многие вещи которые с одной стороны становятся более понятными с другой стороны возникают новые вопросы в частности вот мы уже упоминали что мхи интересны тем что у них большая часть видов двудомные у мхов это стабильное число у печеночек еще более интересно в более южных районах у них до 80% двудомных видов вот но при этом что виды все размножаются половым путем то есть у них у всех есть миоз и соответственно должно получаться равное количество мужских и женских растений у мхов преобладает женский пол у 85 видов примерно одна четверть всего мужских растений а три четверти женских причем это выясняется и в исследованиях природных популяций или если взять гербарные коллекции посмотреть сколько там собрано таких и таких вот в обоих случаях цифра оказывается одинаковые ну естественно есть растения у которых нет развитых развитых гометангиев которые нельзя определить мужские они или женские и соответственно все время до самого последнего считалось что скорее всего неравность в соотношении полов связана с тем что у мужских растений чаще пол не проявляется и соответственно так сказать вот такая теория по-английски она называлась shy males скромные мужчины которые не являли своих первичных половых признаков вот они скрыты среди тех у кого пол не выражен но в последнее время удалось с помощью разработки специальных микросистеллитов найти возможность определить пол путем молекулярно-генетических исследований то есть берется кусочек так сказать мха пробирка секвенируется и в результате так сказать мы узнаем пол очень стабильно получилась к сожалению такие микросистеллиты сделать всего для нескольких видов но тем не менее их изучение показало неожиданную картину среди видов среди образцов у которых пол не экспрессирован и у соотношения мужских и женских растений так же три к одному как и у тех у кого он экспрессировался вот почему новая загадка нужны новые методы новые идеи исследования и выяснение такого интересного факта факт действительно интересного потому что в многих случаях мужские растения отсутствуют у видов двудомных многие виды на территории России не дают коробочек вообще виды частые такие как например обетенелая абиетина которая доминирует коробочки известны только из Калужской области в Европе они местами встречаются а несмотря на то что это массовые растения в тундрах и в сибирских лесах и степях коробочек нет и все и все растения женские соответственно для понимания того как надо охранять растения нужно знать как распространены половые типы вот а мы в общем теперь столкаемся с новой загадкой что мы не понимаем почему их соотношение неравное в лекции Владимир Гертрудович Анипченко было сказано о том что растения не живут сами по себе они связаны с многочисленными организмами которые вокруг них и благодаря новым методам выясняются многочисленные закономерности такого рода и для мхов в том числе в частности были раньше отмечены симбиозы мхов в антарктических системах с цианобактериями в сфагновых болотах но оказалось что такой симбиоз есть практически везде в лесах в наших ельниках и зеленомощниках такие работы были проведены в Канаде также показано связь с цианобактериями практически всех лесных мхов причем для многих из них она в общем достаточно понятна для многих из них специфична и соответственно мы видим что азотофиксация это не обязательно клевер ольха и подобные известные азотофиксаторы но фактически мхи обеспечивают азотом в значительной степени лес и это вполне возможно доказать с помощью новейших методов изотопного анализа но связь с другими растениями выясняется также и с другими организмами выясняется и в процессе молекулярно-филогенетических исследований совершенно неожиданным иногда образом когда были построены филогении печеночников выяснилось что самые базальные группы которые оказались первыми в эволюционном дереве это две группы гауплометриевых и трёбиевых практически нет никакого молокологического сходства это совершенно разные внешние группы но они настолько определенно оказались базальными ко всем остальным печеночникам молекулярным данным что они были изучены с большим пристрастием и выяснилось что у них есть одна особенность которых нет и других а именно их тело практически плавает в слизи которая выделяется благодаря тому что их тело напичкано грибом которые сначала решили что гломермицет потом оказалось что это не гломермицет это мукромицет это удивительный симбиоз который характерен для самых примитивных групп высших растений который создает вот такую совершенно необычную структуру которая делает тело этих двух в общем-то внешне действительно совершенно разных представителей двух совершенно разных семейств дырявым откуда вытекает эта слизь и благодаря которой они существуют вот легко можно представить что печеночники которые скорее всего являются первыми существами вышедшими на сушу могли существовать благодаря таким таким вот приспособительным реакциям и другая группа которая тоже долгое время прочили в наиболее примитивные наземные растения антоциротовые также оказалась крайне интересной в этом отношении после того как был сделан филогенетический анализ выяснилось что наиболее базальное положение с хорошим отрывом занимает леоэспороцерос это такой мох который растет иногда-то на стенках в Панаме и в других соседних странах Центральной Америки в общем-то нередкий его никогда не рассматривали в качестве примитивного и в общем ничего у него примитивного нет он выглядит в общем ничем особенно не отличаясь кроме зеленых полосок которые идут по всему телу у антоциротовых мы знаем есть колонии цианобактерий которые выглядят как черные точки практически у всех а леоэспороцерос отличается тем что у него эти колонии пронизывают все тело собственно вот признаки примитивности и в случае печеночек и в случае антоциротовых оказались не структурные морфологические а особенность их совершенно специфического спимпиоза который уникален для и в том и в другом случае для именно наиболее базальных групп ну завершая нашу небольшую экскурсию и подводя итоги можно резюмировать таким образом что все познается в сравнении мы немного можем сказать о мхах самих по себе не сравнивая их с сосудистыми растениями которые нам более понятны поскольку они того же размерного класса что и мы с вами и большинство позвоночных но глядя на то что получается из этого сравнения что это виды которые не менее разнообразны не менее сложный химизм имеют не менее сложные закономерности у них в популяциях благодаря генетическим и половым различиям но что в то же время они довольствуются малым вот это вот важно по всем экологическим факторам и свет и тепло и влага для них достаточно в минимальном количестве они их эффективно очень используют для построения своих сообществ которые дают приют многим беспозвоночным беспозвоночным грибам и другим существам которые в них поселяются таким образом у них другое отношение к жизни которое в какой-то степени хотелось бы сравнить с тем как разные стратегии жизни обозначил более двух тысяч с половиной лет назад Конфуций сказав что есть мудрый он наслаждается видом потоков человеколюбивый любуется горами мудрый находится в движении а человеколюбивый находится в покое мудрый радостен человеколюбивый долговечен в какой-то степени это аналогия сосудистым и мхам не менее долго существуют виды у мхов не менее их роль в природе с течением веков в современном мире конкурентная способность признается одним из главных достоинств мы видим что вот эта точка зрения мхами не разделяется они выполняют свою работу спокойно не спеша не пытаясь занять какие-то дополнительные пространства но тем не менее успешно существуя и создавая ту среду без которой скорее всего мир наш не был бы таким каким он есть мхами 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 Субтитры подогнал «Симон»